Время новостей на телеканале Санкт-Петербург. О событиях этого дня расскажу я, Екатерина Ищенко. Смотрите в этом выпуске. В Петербурге вспоминают трагедию в Беслане. Концерт БКЗ «Октябрьский» посвятили Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. «Помогаем своим» акция по плетению маскировочных сетей для участников СВО прошла на Дворцовой площади в рамках марафона «Пушкин ран». Восстановлены в былой красе и блеске во дворе доходного дома Шереметьево на Литейном проспекте торжественно запустили фонтаны. Только что в БКЗ «Октябрьский» завершился концерт «Будем жить». Он посвящен Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. В России и в Петербурге в этот день вспоминают жертв террористических актов, погибших в катастрофе над Синаем, во время теракта в петербургском метро, погибших и пострадавших при захвате заложников в Беслане. Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто погиб от рук террористов. Каждый год наши школьники изготавливают ангела, которого отправляют в Беслан, в ту самую школу, которая была захвачена террористами. Мы должны, конечно, сохранить память о всех тех терактах, которые есть. Мы должны об этом помнить, должны об этом говорить. Мы должны быть бдительны и должны быть начеку. Добавлю, сегодня утром в Малаухтинском парке прошла акция памяти с участием первых лиц города, школьников и представителей северо-осетинской диаспоры. К памятнику детям Беслана возложили цветы. В этом году основными организаторами акции стали активисты общероссийского движения «Первых». Петербург помогает своим. Впервые акция фонда «Победа» по плетению маскировочных сетей для участников специальной военной операции оказалась интегрирована в большое городское мероприятие. На Дворцовой площади участники и зрители марафона «Пушкин ран» могли помочь мобилизованным петербуржецам. Александр Громов подробнее. Давай завязываем здесь. Ну вот так, чтобы она была закрепилась, чтобы она не болталась. Трогательные открытки от детей с рисунками и пожеланиями сердца северной столицы для папы и незнакомых бойцов. Маскировочные сети от взрослых. Петербург все активнее помогает своим. На этой замечательной Дворцовой площади мы показываем нашим петербуржцам, как можно плести для наших мобилизованных, для наших ребят, которые ушли добровольцами в зону специальной военной операции, маскировочные сети. Такие мероприятия в каждом районе Петербурга фонд «Победа» устраивает еженедельно. Впервые благотворительная акция стала частью большого городского праздника. Поддержать своих земляков пришли зрители и участники марафона «Пушкин ран». Спасибо огромное комитету по спорту, который понял нас. И вот сегодня мы запускаем первый такой пробный шар, можно сказать, такую палатку. Это все, безусловно, будет отправлено в зону проведения операции. Это частичка души нашей защиты. Я думаю, когда мы смотрим по телевидению, как солдаты принимают приветы, игрушки, письма, они рады этому, поддержке нашей. Ловко завязывая узелок за узелком, Россита рассказывает, специального умения это мастерство не требует. Главное условие – неравнодушие. Сеть, сплетенная десятками рук. Символ единства страны. Это очень важно. Каждый человек, если в чем-то поможет, нас много и победа будет за нами. Я вкладываю и оберег для того, чтобы наши воины вернулись живыми, здоровыми домой с победой. Какой оберег? Это материальное? Нет, это молитва. По словам инициаторов акции, помогаем своим и впредь будет сопутствовать многим городским мероприятиям. Александр Громов, Иван Попов и Олег Марков. Новости телеканал Санкт-Петербург. Сегодня третий день досрочного голосования на выборах законодательных органов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Для жителей новых регионов в Петербурге открыто семь экстерриториальных избирательных участков нескольких районов города. Председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин отметил, что выборы проходят корректно, фиксируется хорошая явка. Сегодня предпоследний день голосования. В Петербурге работает семь экстерриториальных избирательных участков. Работает 21 помещение для выездного голосования. Мы как раз на одном из них находимся. Все проходит абсолютно корректно, без замечаний. Комиссия работает достаточно профессионально. Людей на избирательных участках, как вы видите, достаточно много. В этом году проходит впервые в соответствии с Конституцией Российской Федерации выборы законодательные органы. Это обязательная конституционная норма, где граждане принимают решение, кто будет возглавлять регион. И уже за год люди почувствовали, что пришла Россия. Начали восстанавливаться дороги, социальная инфраструктура. Строятся и восстанавливаются обстрелянные школы, больницы, поликлиники. Поступило новое современное оборудование. Утром в Петроградском районе проголосовать на выборах пришел участник СВО Захар Корниев вместе с сестрой, для которой эти выборы стали первыми в жизни. Мы с большим энтузиазмом готовы поучаствовать в таких выборах. Мы верим, что кандидаты партии, которые хотят помочь республике, они справятся с поставленными задачами. Чувствую себя очень важной персоной в этот день, потому что я думаю, что каждый голос будет важен, безупречно. И ты вносишь какую-то частичку своего голоса в будущее страны. На экстерриториальные избирательные участки жители новых регионов приходят вместе с детьми. В Красногвардейском районе им подарили воздушные шары цветов российского флага. Голосование идет прекрасно. Люди приходят с хорошим настроением. Мы очень рады, что к нам приходят голосовать целыми семьями, потому что это очень важно не только для нас, но и для нашего подрастающего поколения. Я как бы родом из Донецка. Это мой край. Донецкая Народная Республика. Я считаю, что это обязанность каждого гражданина прийти на выборы и проголосовать за дальнейшую судьбу своего города. Я считаю, что я сделал правильный выбор, когда пришел сюда и проголосовал. На данный момент чувствую себя спокойно, уверенно в сегодняшнем и завтрашнем дне и для своих детей. Напомню, досрочное голосование жителей новых регионов проходит с 1 по 4 сентября. Во дворе доходного дома Шереметьево на Литейном проспекте заработали фонтаны. Участие в церемонии открытия приняли губернатор Александр Беглов и спикер парламента Александр Бельский. По поручению губернатора в Петербурге ведется реконструкция фонтанов. На Литейном строители заменили чаши, благоустроили территорию. Нам удалось восстановить 35 фонтанов. В следующем году мы планируем еще 20 фонтанов восстановить. И шаг за шагом все фонтаны, которые работали в нашем городе, они будут постепенно все восстановлены. Прежде всего, это, конечно, хорошее общественное пространство. Это радость для жителей. Меня, как для человека, который вырос, учился в центральном районе, здесь совсем недалеко, около кинотеатра «Спартак». Возрождение таких фонтанов – это особенно. Меня это настолько трогает, потому что всегда Ленинград был городом фонтанов. Действительно, в 90-е годы мы очень много потеряли наших фонтанов. Но я уверен, та программа, которую сейчас реализует правительство города Санкт-Петербурга, превратит Санкт-Петербург в настоящую столицу фонтанов. Также сегодня заработал фонтан у дома номер 10 по улице Ленсовета. Восстановление, отмечают сотрудники водоканала, сопоставимо с возведением нового объекта. Для обеспечения водной картинки в этом фонтане используется 61 насадка, 61 светильник и 16 насосов. И все это отечественное оборудование. Наверное, он даже чем-то похож на фонтан Шутихова в Петродворце. Это площадной пешеходный фонтан. И я искренне надеюсь, что он придется по душе как жителям района, так и гостям нашего славного города. Всего же сегодня в Петербурге открылись сразу шесть фонтанов в трех районах города. На портале и в мобильном приложении «Единая карта петербуржца» продолжает работу интерактивный сервис «Городской диалог». Это электронная площадка для проведения опросов по разным сферам жизни. Сейчас горожан спрашивают, насколько важна компьютерная грамотность для старшего поколения. Участие в проекте «Городской диалог» могут принять только авторизованные на портале ЕКП пользователи. Им будут доступны дополнительные возможности «Единой карты петербуржца». И пока это все, о чем мы успели рассказать. Вам к этому часу больше новостей вы найдете на официальном сайте телеканала «Санкт-Петербург». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова